Потрясающая новость, дорогие друзья! В 2022 году было зарегистрировано рекордное за 105 лет количество браков в Москве. Представляете себе, более 100 тысяч браков. Раньше такого отродясь не было. Ну, как отродясь, за 105 лет. Слушайте, и на ум стали приходить разные мысли. Неужели люди вот так вот любовью одобряют политику, сейчас я выражусь, Путина? Неужели? Впрочем, потом в мою голову стали закрадываться сомнения. Но об этом чуть поподробнее и чуть-чуть попозже, дорогие друзья. Здравствуйте, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И стою я здесь, у обелиска солдатам-добровольцам, ушедшим на фронт в далеком 41-м году, защищать Москву. И сотни тысяч добровольцев ушли тогда. И огромное число их москвичей, и пролетариев, и интеллигенции на фронте погибло. Огромное число. И, знаете, сейчас, в эти дни, когда они ставят систему ПВО, там и сям в Москве, в парках и на крышах, по неволе начинаешь задумываться о тех днях. За что уходили те люди? Они уходили на борьбу с интервентами, с иностранными оккупантами, которые пришли на нашу землю и топтали ее, и вплотную приблизились к столице. Тогда обороной Москвы командовал мой прадед, тогда генерал-лейтенант Павел Артемьев. Москву удалось отстоять ценой невероятных сражений, потерь, битва за Москву. Одно из мощнейших сражений в истории человечества. И, знаете, неприятно думать о том, что нынешние действия нынешнего режима заставляют их ставить такие оружейные комплексы снова. Печальная история. И в новостях мелькают разные веселушки, вроде того, что батька Белоруссии Александр Лукашенко, простите, президент, говорит о том, что ему из Киева поступило предложение заключить пакт о ненападении. Интересная очень история. И попутно вместе с этим еще одно сообщение о том, что китайские ученые и Ян, и Сяудун Сун, и Ян это отдельно, а потом Сяудун Сун, видные ученые, обнаружили, что ядро Земли замедлило свое вращение, а то и вовсе остановилось. Как китайские ученые докопались до этого, ума не приложу, потому что ядро, оно там, довольно глубоко, но они все-таки как-то докопались. И среди всей этой мелоты, как правильно сказать, друзья, промелькнула инициатива законодателей в Государственной Думе взять и заставить тех, кто хочет выезжать за границу, заранее регистрироваться на том или ином таможенном пункте, через который граждане собираются покидать гостеприимные пределы, да, ужасно гостеприимные пределы РФ. Предложил это глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Правда, затем он, как говорят в народе, включил заднюю передачу, заднюю скорость, отступил. И сказал, что речь шла исключительно о наземном транспорте, а затем добавил и то, что речь шла исключительно о большегрузном транспорте, чтобы вот логистику наладить, но в воздухе засмердело железным занавесом, который действительно ощущается невероятно. Если раньше для того, чтобы из Москвы добраться в Берлин, достаточно было сесть на самолет, три часа пролететь, и ты в Берлине, то теперь людям приходится ездить перекладными, тем, кто может себе позволить такое путешествие. И знаете, «дивида аче регуляра» – это древнее римское изречение гласит «разделяй и властвуй». И, собственно, так мы все с вами и разделены, так управление нами и происходит. И, с одной стороны, замечательная новость про то, что больше ста тысяч браков зарегистрировано в Москве, и злые языки могут заговорить. Да и что там, у меня злой язык, я вначале написал «моби браки», то, что вот в надежде на компенсацию какую-то. Но, на самом деле, рост бракосочетаний начался еще годом ранее. Это начало происходить на фоне вот всех этих дел, самоизоляции и прочего. Видимо, люди, которые были в свободных отношениях, начали бракосочетаться, чтобы вместе легче оформлять документы и выезжать за границу. В то же время, многие вот женятся и выходят замуж. Некоторые люди вот действительно перед отправкой супруга в так называемую СВО. Это мрачно и ужасно. Это, конечно, слов нет нормальных, чтобы охарактеризовать происходящее. Знаете, безусловно, можно много хвалить войну до победного конца снова и снова, но взамен сотен тысяч миллионов погибших по итогам остаются такие памятные знаки, памятники. И памятников здесь у нас в России невероятное количество, понимаете. Это говорит о том, что мы не просто вступили на путь скорби, а мы движемся по этому пути, просто шаг за шагом все дальше и дальше и глубже и глубже. Скорбь. Пойдемте, я покажу вам переднюю часть этого монумента. Птички щебечут. В кустиках притаилась целая куча маленьких птичек. У них свой город просто, вот, и у птиц нет идей, у них нет лозунгов и идеалов, которые написаны там. Птицы не характеризуют себя. Ты птица интеллигент, а ты птица пролетарий. Птицы просто чирикают и живут себе, понимаете. И птицы не делают себе памятников. А тех из птиц, кто пошел и погиб, вот, чтобы защитить свой маленький птичий городок, вот эти кустики, от птиц-интервентов. Иногда я думаю, что животные и птицы гораздо более разумны, чем мы люди, дорогие друзья. И напоследок позволю себе маленькую зарисовку, ну, высказать вам. Потому что я все утро думал о таком человеке, и человек ли это как Блохин, палач НКВД, который тысячи человек расстрелял своими руками, тысячи расстрелял. А ведь он сидел, пил чай за столом, приходил в гости к родственникам, возможно, к каким-то, качал на коленях какую-то маленькую крохотную племянницу, которая там всего трех лет от роду была, и все такое прочее, понимаете. А потом он шел и, не дрогнувшей рукой, расстреливал, убивал. Убивал какого-то юношу, который жил в комнате, работал на заводе своими тонкими пальцами фрезеровщиком, а потом читал книги и писал стихи. За эти стихи его взяли, за эти стихи привлекли, отобрали у него его маленькую комнатку с его дневником, на самом деле тетрадью, с обложкой, просто бумажной обложкой, которой он так дорожил, исписанной стихами. Отобрали у него его теплый шерстяной шарф, а потом привели и расстреляли. И сделал это Блохин. Понимаете? Нельзя забывать эти вещи. Это я, на самом деле, моя внутренняя реакция на вопрос о произведении Архипелаг ГУЛАГ. Прямо некоторые комментаторы с такой ненавистью о Солженицыне, о ГУЛАГе. Нельзя забывать такие вещи. И важно понимать, что даже здесь, в столице, не очень далеко отсюда, это метро Автозаводская, был филиал ГУЛАГа. Лагерь, в котором десятки тысяч заключенных трудились и строили вот эти прекрасные дома сталинского конструктивизма. Вот. История, на самом деле, жуткая. Она повторяется и будет повторяться, пока мы не извлечем урок. А главный урок, друзья, это умение любить себя и себе подобных, беречь своих близких и любить жизнь, что ли. Любить жизнь, потому что иначе происходят постоянно какие-то мрачные ужасы. Знаете, вечная память героям Москвы, героям России, героям Советского Союза, которые в ту войну погибли, защищая Родину. Я, безусловно, с уважением отношусь к их памяти. И мне просто ужасно осознавать, что сейчас доведена ситуация до того, что моя Родина, наша Родина снова в опасности. На нас кто-то нападал?